Продолжим рассмотрение свободы действия передней рукой, то есть именно в варианте фехтования, это не значит, что только с ножом, это можно с ножом, с шпагой, с чем угодно. И в том числе, конечно, в рукопашном варианте, когда у нас есть время на это, то есть когда мы спрингуем. Итак, первое упражнение. Берем гантельку, небольшой вес, выставляем перед собой и вот таким образом ходим раундом. Почему небольшой вес? Будет большой вес, начнете отклоняться, пытаться компенсировать, рука устала, ломать корпус, нет. Весь раунд вы должны чувствовать небольшую нагрузку, статическая нагрузка помогает выносливостью, укреплению связок. И вот так мы двигаемся. Если мы работаем в паре, соответственно, друг напротив друга, вот раунд мы ходим, рука, как председатель, все время остаем направленную на оппонента. Раунд. Поехали в другую руку. Следующую ступенью, когда это освоили несколько раундов, чтобы вы почувствовали, как уже плечики разогреты, начинаем более конкретно работать в паре. Усложняем чуть-чуть задачу. Я целью на оппонента, он мою руку все время сталкивает. Моя задача ее вернуть на место, независимо от того, куда он ее толкнул. Он может это делать одной рукой, двумя руками. То же самое. Раунд одной рукой, раунд другой рукой. Все время контроль. Не заранее. То есть мы должны чувствовать сопротивление, чувствовать ту нагрузку, которую оказывает партнер. Следующая ступень. Вес можем взять чуть-чуть полегче. Расчетно на том, что мы уже разогрелись, нагрузили плечи. Теперь задача, опять же, я нацелен на противника. Его задача уже ударить по руке. Я должен вернуть, убрать и вернуть в исходное положение. Здесь работает очень внимательно. По мере освоения, соответственно, увеличивается его скорость атаки. То есть если мы работаем на живой вариант, классическая атака по рукам. Одной рукой и другой рукой. Можно подтянуть, по кругу забрать, забрать, забрать. Не суть задачи, не пропустить. В следующем раунде мы фактически повторяем это же упражнение. Если с гантелькой, контролируйте дистанцию, чтобы не повредить партнера. Если работает их в перчатках и в полной защите, тогда можно работать вариант контакта. Итак, теперь, когда он атакует мою руку, я не просто возвращаю, я как бы возвращаюсь с каким-то ударом. Сразу, не должно быть, забрали, пауза, удар. Нет. Его атака, это фактически сигнал для разгона в цели. Такой же вариант мы можем попробовать на мешке. Либо самостоятельно, если никого нет, то есть выходим, забрали быстро, забрали быстро. Либо, если партнер есть, держим руку, он стоит за мешком, по ней бьет. В этот момент максимум нужно забрать и выстрелить в ответ. В следующем этапе из этого положения его руку чуть-чуть подтягиваем, уже в более боевую ногу. Острие продолжает смотреть на противника. В данном случае оппонент выполняет только мишень. Руки у него могут быть подняты, могут быть опущены. Не суть, он тоже двигается. И мы начинаем накидывать, расстреливать. Разные варианты удара. Все время стреляем, стреляем, стреляем. Если руки подняты, это может тем же выстрелом мы переходим в накладку. Разно божем руку. То есть, я не просто пытаюсь сбить в сторону. Это именно парируем, парируем. Придавили, придавили. И опять же рассмотрели, как мы можем ходить. Рука как по лучшему, все время двигается взад-вперед. Здесь уже никаких круговых движений. И соответственно, в данном случае, перед спарингом более высокая ступень. Это когда оппонент уже ходит. И с двух круг, спокойно. Вначале, под нас атакуют, одиночными ударами. Наша задача из этого же положения. Либо мы парируем. Я сейчас стреляю, стреляю, он все время смотрит вперед. Либо пытаемся войти в разрез. Не пропуская одновременно удар. Ни в коем случае. Особенно это касается, если вы работаете в ножевом варианте. Моя задача, я парирую, парирую, парирую и входить. Вижу, есть возможность воткнуть. Я воткнул, воткнул. Пошла его атака, я парирую так, чтобы если что, как бы уже рассматривали, режущим вариантом, мы вошли в оппонента.